Динамо Брянск Мы слабо сыграли в атаке, но, наверное, имели большое такое ощутимое преимущество в середине поля. Мы лучше контролировали, мяч больше контролировали, меняя направление атак, заставляли ошибаться соперника в выборе позиции. Но вся вторая лига, наверное, характерна тем, что нет мастеров, нет реализаторов, нет индивидуальности, которые могли бы не только решать исход матча, но и делать какое-то движение вперед в плане игры в других более значимых лигах. Это ФНЛ, премьер-лиг, хотя свое совсем, наверное, недавно или давно был некий плацдарм, откуда выходили футболисты. Вот это задача, которую нужно решать в этой лиге. Очень сожалею, что в таком состоянии находится данная команда Динамо Брянской. Не в плане осуждения, а в плане того, что уж больно в свое время это было место притягательное. Сюда с удовольствием ездили футболисты, отсюда много вышло хороших игроков, здесь хорошие тренеры работали, и на этой земле теплилась такая футбольная жизнь. А сейчас понятно, что во всей стране проблемы большие финансовые, но все-таки хотелось бы, что там, где футбол оставил о себе хорошую память, все это происходило, и не так здорово изменилось. Хотя, вы скажете, и в торпедах такая ситуация, и в торпедах, я тоже, к сожалению, об этом говорю. Большое спасибо за гостеприимство, мы хорошо жили, мы просили сделать поле, поле было приготовлено настолько, насколько мы все с вами это умеем делать. Так что матч прошел и корректно, и, наверное, понравилось в какой-то степени зрителям. Большое спасибо. Я думаю, что чуть ошиблись, конечно, с составом в самом начале. Игра тяжелая, все сражались, стандарт решил всю игру, в принципе. Поэтому, не знаю, почему так происходит, все в одну сторону. Ну, очень торпеда понравилась по контролю мяча. Никто никуда мяч не бьет, просто так, потерь нет, что нельзя сказать о наших футболистах. Очень много брака у нас, поэтому ничего такого мы не создали. Ну, такая же игра, как с Рязани, то есть, вот, все в ней в нашу пользу. Продолжение следует...